Тема урока «Влажность воздуха». При появлении тумана и ине окружающий воздух становится влажным. Можно ли с помощью прибора прогнозировать климатические изменения в природе, в производстве и подстраивать процесс изготовления изделий на производстве в оптимальном температурном режиме? Очень важной физической характеристикой внешнего воздействия служит влажность воздуха, а также и устройство прибора для ее измерения. Для нормального протекания технологических процессов на производстве очень важны микроклиматические условия, а именно необходима информация о влажности воздуха в помещении. Если в нем содержится мало водяных паров, то это создает ощущение сухости во рту, наша одежда электризуется и липнет к телу, цветы быстро засыхают, хлеб становится черствым. Наоборот, если пар, содержащийся в воздухе, очень близок к насыщению, то есть когда число испарившихся частиц равно числу сконденсированных и при понижении температуры произойдет его конденсация. Все предметы покроются капельками влаги. Влажность может измеряться несколькими способами, но наиболее часто используют такое определение, как относительная влажность. Чтобы понять, что такое относительная влажность, определим понятие абсолютная влажность. Абсолютная влажность – это масса водяного пара, содержащаяся в объеме воздуха, деленная на массу сухого воздуха при данной температуре. Чем жарче воздух, тем больше воды он может содержать. Относительная влажность воздуха показывает выраженную в процентах долю, которую составляет плотность водяного пара, содержащегося в данный момент в воздухе, от плотности насыщенного водяного пара при такой же температуре. Относительная влажность воздуха равна отношению плотности пара в данный момент времени к плотности насыщенного пара, где φ – это относительная влажность воздуха, измеряется в процентах, ρ – это плотность пара в данный момент времени, измеряется в системе С, килограмм, деленная на метр в кубе, и ρ – насыщенная, это плотность насыщенного пара, в системе С измеряется в килограмм, деленная на метр в кубе. Или относительная влажность равна P, деленное на P насыщенное, умноженное на 100%, где P – это парциальное давление, называют давление водяного пара, которое он производил бы в отсутствии других газов в воздухе, водяных паров в воздухе, в системе С измеряется в паскалях. P насыщенное – это давление насыщенного пара, в системе С измеряется в паскалях. Приборы, с помощью которых можно измерить относительную влажность воздуха – это волосяной гигрометр и психрометр. Волосяной гигрометр состоит из деталей. Один – это обезжиренный человеческий волос, который чувствителен к изменению относительной влажности. Он закреплен в верхней части прибора, цифра 2, обернут вокруг ролика, под цифрой 3, и натянут при помощи специально подобранного грузика, под цифрой 4. К ролику прикреплена стрелка, под цифрой 5. По изменению степени натяжения волоса, который вращает ролик вместе со стрелкой, можно судить об относительной влажности воздуха. При передвижении стрелки можно узнать числовое значение относительной влажности воздуха, выраженной в процентах. Рассмотрим теперь устройство и принцип действия психрометра – более точного прибора для измерения влажности воздуха. Психрометр имеет два термометра. Сухой – изображен слева на рисунке, и влажный – изображен, соответственно, справа. Почему они так называются? Один из них находится в воздухе, а второй обвязан кусочком марли, погруженным в воду. По мере испарения воды с поверхности марли происходит понижение ее температуры. Сухой термометр показывает обычную температуру воздуха. Если измерить значение температур сухого и влажного термометра и найти их разность, то с помощью специальной психрометрической таблицы определим относительную влажность воздуха. Определим относительную влажность воздуха с помощью таблицы. Пусть в комнате температура равна 20 градусов по Цельсию, а влажный термометр показывает 15 градусов по Цельсию. То есть разность показаний термометров равна 5 градусам по Цельсию. В таблице по вертикальной строке 20 движемся до пересечения с колонкой со значением 5. Находим число 59. Следовательно, относительная влажность воздуха в той комнате, где висит психрометр, составляет именно 59%. Оказывается, если мало водяных паров в воздухе, то влажный термометр всегда будет показывать температуру меньшую, чем сухой. Потому что парообразование с поверхности марли идет интенсивно, и на это расходуется теплота, отбираемая у воды на марли. И она охлаждается. Если воздух настолько влажный, что содержащийся в нем водяной пар является насыщенным, то испарения воды с поверхности марли не будет. Следовательно, оба термометра будут показывать равные температуры, и это будет означать, что относительная влажность воздуха равна 100%. Для оптимально протекающих технологических процессов на производстве необходимо выдерживать нормы микроклиматических условий, как температурный режим, так и влажность воздуха. Для анализа температурного режима используют точный прибор – это психрометр. Продолжение следует...